Белый дом Белый дом На прошлой неделе стало понятно, что добро на превентивные авиаудары по Ливану и Сирии и Худбарак получил еще во время предыдущего визита в США. А вот компромисс по двум остальным вопросам Нитриягу и Обаме придется искать при личной встрече. Израильскому премьеру будет нелегко. Несмотря на важность взаимопонимания с Америкой, ему нельзя забывать о своих предвыборных обещаниях, в которых решение иранской проблемы и продолжение поселенческой деятельности занимали ведущие позиции. Сегодня стало известно, что гражданская администрация Иудеи и Самареи выдала 90 разрешений на строительство домов поселения Бетель. В принципе, в этом решении нет ничего экстраординарного. Возвести в этом районе 300 новых единиц жилья в качестве компенсации за снесенный квартал Гевата-Ульпана власти обещали еще в сентябре прошлого года. Вопрос вызывает только точность, с которой чиновники синхронизируют подобные решения с важными международными событиями и визитами на святую землю американских официальных лиц. Поселенцы еще не забыли, что четыре года назад в очень похожей ситуации Бенемин Таньягу пошел навстречу только что избранному Бараку Обаме и заморозил на 10 месяцев строительство на территориях. Сегодня лидеры правого лагеря готовы на все, чтобы не допустить повторения подобного сценария. Я надеюсь, что нынешний, значительно более правый состав Кнессета не позволит нам повторить старые ошибки. Представители национального лагеря намного лучше помнят о наших корнях, твердо знают, в каком направлении необходимо двигаться и будут до конца сражаться за права всех израильтян, включая, разумеется, и поселенцев. В том, что ближайшие полтора месяца количество разрешений на строительство на территориях будет увеличиваться, можно не сомневаться. По прогнозам политологов, замораживание поселенческой деятельности не стоит ждать раньше апреля. После формирования правительства Бенемину Таньягу будет легче сделать шаг навстречу Бараку Обаме, а взамен премьер-министр наверняка потребует активизации усилий на иранском направлении. При таком варианте развития событий правам придется отступить. Вопросы безопасности в Израиле всегда имеют приоритет над любыми другими политическими проблемами. Сергей Гранкин, Александр Шабатаев, РТВА, Израиль.